во первых мы с вами векторную графику изучаем векторной графики мы с вами рассматриваем пакет corel draw или пакет adobe иллюстратор то и другое можно использовать для решения наших лабораторных занятий в пакете corel draw у нас есть масса интересного инструментария но я на всякий случай напомню что все наши объекты которыми мы работаем можно сразу же нас масштабировать инструментом выбор объектов различными методами за уголки или за центральные маркеры для того чтобы их различным образом искажать я напоминаю что если вы хотите исказить объекта вы должны щелкнуть на него один раз тогда активируются управляющие элементы искажения и поворота объекта которые до этого не видны если вы щелкните на объект еще раз отключатся эти инструменты значит то что мы с вами не рассматривали на лабораторных потому что не успели это вот такая бывает проблема когда у нас с вами есть нагромождение объектов один на другом и мы не совсем понимаем какой из объектов где находится и как эти вещи можно выбрать во первых у нас есть диспетчеры объектов внутри которого на активной странице располагаются объекты их можно рассматривать и выбирать переименовывать эти диспетчер объектов он чем-то напоминает как photoshop и менеджер слоев ну только имеет достаточно специфичный внешний вид и кроме этого есть вариант выбрать различные вид отображения на экране у нас есть возможность выбрать выпадающий меню вверх и переключиться из режима стандартного обычного расширенного в каркасный режим в каркасном режиме у нас отображаются все объекты без заливки за счет этого если у вас происходит наложение одного объекта на другой мы видим какой объект на каком находится также благодаря каркасному режиму вы сможете попадая на контуры внешние этих объектов выбирать находясь в режиме с заливками например в обычном режиме или в расширенном режиме вы не сможете таким вот образом выделять невидимые объекты да и видимые тоже если они находятся близко друг другу почему существуют в корр или вообще разные виды объект отображения дело в том что если вы создаете сложное изображение вы можете это изображение составное может содержать тысячи объектов векторных в этом случае это прорисовка на экранах может быть затруднена и занимать определенное время то есть компьютер ваш мой может подтормаживать поэтому если ваш компьютер или ноутбук не очень сильный вы можете работать в обычном режиме но в обычном режиме если вы присмотритесь сейчас к тому изображению которое здесь есть текст он немножко рыхлый да и все графические элементы которые будут состоять из сложных форм они немножко будут угловато выглядеть то есть не совсем так как есть но за счет этого снижается нагрузка на нашу технику и достаточно большие составные объекты изображение из них они будут прорисовываться видеокартой быстрее отображаться на экранах несмотря на их количество это опять таки если у вас слабая техника если ваш компьютер справляется лучше работать в том режиме отображение который называется расширенный режим расширенном режим все границы сложных составных элементов они отображаются сглаженном режиме с точной прорисовкой объектов это требует определенные ресурсы вашей персональной техники но зато вы качественную картинку наблюдаете на экране зависимости от того насколько мощный компьютер насколько сложные и объемные работы которые содержат меньше или больше объектов вы можете менять то и другое вот также здесь в пункте меню есть возможность включать и выключать отображение линейка направляющих по умолчанию направляющие и линейки там у нас с вами отображаются единственное что не отображается это динамичные направляющие также хочу сказать что мы рассматриваем данный момент пакет corel draw 2018 и начиная там с x 6 по 2020 эти пакеты имеют примерно одинаковый инструментарий и структуру палитр и структуру меню если вы пользуетесь более старыми пакетами corel там некоторые вещи будут выглядеть иначе также все инструментальные не все плавающие палитры в данном случае они пристыкованы в правой части эти палитры их можно конечно вынести старых версиях эти палитры также как и photoshop они находятся вызов этих палитр в пункте меню верхнем окно но они назывались докерами начиная с x 5 по моему или секс 3 я точно сейчас не могу сказать но в современности эти палитры начали называться окнами настройками окнами настройки они докерами соответственно все палитры которые вы можете вызвать они находятся в пункте меню окна настройки мы с вами успели или не совсем хорошо успели но немножко ознакомились самыми интересными из них значит есть небольшое задание сделать допустим какую-то вот ромашку ромашка м напомню как клавишу control нужно держать если мы хотим получить объект который пропорционально создается квадратики или кружочки на если нам необходимо создавать объект который будет создаваться из центра значит вам необходимо зажимать клавишу shift тогда объект создается из центра они по диаметру или по диагонали если это прямоугольнички значит если необходимо создавать пропорциональный объект из центра нам необходимо зажимать клавишу shift и клавишу control но это вроде как вы уже узнали но я на всякий случай сколько мы притворяемся что у нас идет лекция повторить вот соответственно я вам напоминаю что если мы хотим трансформировать элемент свободном режиме любой стандартный элемент который мы создали можно разрушить или современности это называется преобразовать в кривые этот объект может быть стандартной фигуры этот объект может быть элементом текста в том числе комбинация клавиш как вы видите горячая control q после преобразования редактирования объектов осуществляется инструментом который называется форма это второй инструмент он выглядит как белая стрелка ну или в данном случае она у нас черная стрелка но к ней добавлен полый маркер или опорная . так называем каждая опорная . она у нас может быть каким-то образом отредактирован если нам необходимо для нашего объекта добавить больше опорных точек нам достаточно навестись на контур двойным щелчком добавить необходимые точки эти точки могут иметь различный вариант и все варианты которые у нас с вами есть менять можно на панель свойств инструмента активного в данный момент то есть вот есть точка симметрический узел который содержит тогда у вас вот эти рычаги симметрично изменяются есть точка которая позволяет симметричный узел преобразовать несимметричен несимметричен таким образом вы можете управлять кривизной контура отдельно рычагом левым отдельно от правого рычага за счет этого функциональность сложность структуры объекта который вы моделируете может быть реализовано более хорошо и глубоко также если у вас контур который был изначально создан был вам необходимо разорвать вам напоминаю что по умолчанию заливка осуществляется только в замкнутом объекте если вы выделяете один из элементов и говорите разъединить это можно осуществить через контекстное меню правой кнопкой или на панели атрибутов сверху на панели свойств инструмента вот кнопочка разъединить кривую как только кривую вы разъединили у вас заливка исчезает из объекта то же самое если вам необходимо два узелка объединить вместе вы можете выделить эти два узелка и нажать кнопочку из контекстного меню замкнуть кривую или эта кнопочка выглядит на панели атрибутов точно также называется соединить два узла есть там заливка была перед этим то объект будет заново залит это то что нужно вам с вами знать про работу с узелками дальше я вам напоминаю пример мы делаем ромашку какую-то там ну цветочек это дело вот у нас есть центральный элемент мы должны выровнять листочек относительно центрального элемента для того чтобы выровнять два и больше объекта первую очередь их необходимо выделить она и понятно после того как вы выделяете у нас на панели свойства инструмента последним последней конкой появляется иконка выравнивания объектов если ее здесь нет или она есть но вы не видите из-за того что большое количество вкладок справа открыто вы просто еще раз и отжимаете нажимаете она будет здесь отображена заново здесь выравнивание мы осуществляем например по центральной линии для того чтобы центрировать эти два элемента дальше нам необходимо скопировать по кругу вдоль центра желтого кружочка наши лепесточки для того чтобы получилась ромашка как мы это будем делать проще всего вызвать из пункта меню окна настройки инструмент трансформации который называется в подпункте преобразование инструмент поворот но он там где-то присутствует я вызову первый пункт для работы с положениями а мне даже горячей клавиши какая-то альта 7 альта 8 так где-то у меня тут открыт вот эти преобразования у нас здесь присутствует в данном случае мне необходимо инструмент поворота или палитра поворота но когда мы вращаем объект вращение у нас будет осуществляться вдоль центральной точки центральная . я еще раз активировал щелкнув по объекту инструмент искажения поворота нас находится в центр геометрическом объекта нам необходимо взять мышкой просто перенести в центр привязки у нас включены по умолчанию и направляющий все остальное поэтому у нас привязывается к центру окружности дальше вы выбираете угол поворота например 15 градусов можно сразу выбрать количество копий которые нужно скопировать и нажимаете кнопочку применить мы с вами вот получили вот такую вот ромашку дважды по 15 копий я сделал и получил вот такой вот объекте это тоже вам будет необходимо вашей работе получить чтобы мы с вами знали что вы усвоили инструментарий по выравниванию выравнивание объектов мы будем использовать достаточно большое количество раз я напоминаю что группировка объектов это комбинация контр плюс g для того чтобы эти объекты в общем-то не разваливались при переносах вот это вторая часть значит вы видите что палитры преобразование но вернее панель преобразования состоит из 5 палитр это палитра который позволяет на заданное количество миллиметров допустим 20 выполнять копирование необходимое количество раз по иксу или по игреку тут мы можем по иксу по игреку сдвигать и то и другое делать инструментарий вращения инструментарий зеркального отображения в данном случае для того чтобы что-то отобразить нам нужен несимметричный объект где у меня тут призер вот мы создаем какой-то несимметричный замкнутый контур дальше нам его необходимо отразить относительно чего-то там нужно выделить ось относительно которой здесь отражается на самом деле вы знаете что зеркальное отражение есть на панели свойств когда актив инструмент перемещений но он отражает текущий объект если вам необходимо сделать копию то или несколько копий это быстрее сделать с помощью этой палитры ну или если вы помните волшебную комбинацию клавиш которая называется control д то есть контр д это комбинация дублирования я вам открыл пункт выпадающего меню правка здесь перечислены основные операции контр c контр в контр x контр z и здесь же есть комбинация клавиш контр д она специфическая для корр ла которая позволяет дублировать с определенным шагом элемент которые вы в общем то хотите продублировать это следующий штука который мы посмотрели но также здесь присутствует возможность масштабировать и искажать ну хотя ручное искажение который мы уже рассмотрели никто чем-то не отменял вот это следующая палитра которая нам с вами была нужна остальные палитры если вы ими хотите пользоваться чаще всего необходима палитра которая вызывается по альтентеру это палитра свойств объекта но она открывается понятное дело тут же она самая первая комбинация клавиш у нее тоже здесь присутствует вот у нас с вами есть лабораторная работа которую я хотел бы что вы выполнили как не сказал как вы мне сказали вернее лабораторную работу вы не делали нам необходимо соорудить вот такой вот велик значит эта лабораторная работа включает себя две темы которую вы должны знать для того чтобы в данном пакете работать четко хорошо и уверенно во первых это логические операции с объектами например нам необходимо сделать колеса мы с вами берем зажатой клавишей shift то есть control прошу прощения создаем окружность определенным образом это окружность заливаем например каким-то там сиреневым цветом черным цветом допустим обводку делаем когда вы нажимаете alt enter вы знаете что вот обводку толщину обводки можно поменять здесь ну или вот здесь вот нарисованный пиктограмм копера значит это одно и то же я хочу разрезать вот эту окружность элементом например вот такая вот палочка определенной толщины мне эту палочку необходимо по центру расставить ну конечно можно схватиться за центр и вот так вот сделать но поскольку мы хотим изучить еще один инструментарий это инструментарий выравнивание нам необходимо выделить эти объекты которые мы хотим выравнить и опять таки активировать инструмент выравнивание по горизонтали и по вертикали то есть таким образом точно в центр вы выставили если вам необходимо центрировать больше чем один объект их просто нужно тоже будет выделить и акцины тем образом которым вам это необходимо если вы делали очки на вашей летней практике вы знаете что потом оправы по половинке вы делали и центрировали по верхней линии чтобы очки не получились кривые ну и сама панель выравнивания она содержит несколько вкладок это вкладка распределения объектов и вкладка выравнивания распределения объектов возможно с равномерным шагом это необходимо когда вы какие-то объекты хотите поставить по сетке или еще каким-то образом значит мы с вами выделяем два и более объектов у нас активируется инструментарий логических операций операции соединения объектов едино операцию неправильно здесь переведено подгонка на самом деле это вычитание нам необходимо вырезать один объект из другого вы нажимаете эту кнопочку и вырезание было произведено дальше вам необходимо повернуть на угол 45 градусов опять выделить вырезать отключить выделение выделить вырезать вернуть и вы вырезать и последний поворот 90 плюс 45 до 35 вот таким вот образом дальше эту палочку мы убираем получили вот такую штуку если мы использовали какой-то другой цвет то возможно тут что-то получить наподобие апельсина можно на толщину линий вы можете поменять на необходимую опять-таки создается окружность наводится на центр начинаем рисовать когда у вас схватилась привязка из центра потом нажимаем контур и shift для создания пропорциональности и собственно говоря активация из центра создания объекта нажимаем для заливки желтый цвет вызываем правой кнопкой контекстное меню порядок на задний план нички и нам останется задать какую-то вот толщину заливки ну вот получился у меня какой-то то ли апельсин то ли еще кто-то там так немножко поменяю диаметр этого будущего колеса ну будем считать а ну еще одна окружность там нужно собственно говоря окружность которая будет из центра я цвета какие-то странные здесь подбирал уж меня извините вот что-то вот в таком плане получилось дальше мы с вами выделяем этот объект и его группируем комбинации контур группировка я немножко уменьшу с дублируем комбинации контур д растащу на определенный уровень выделю зажатым контуром или шифтом и выровняю по верхней части соответствующие вот этой вот кнопочка это вот то что касалось инструментарий логических операций там они разные есть пересечении упрощение и так далее то есть две простых операции которые мы рассмотрели они позволяют нам с вами вычитать один объект из другого но иногда нам требуется получение составной формы на основе пересечения этих объектов это вот следующий следующая кнопочка которая создает пересечение вот этих вот форм 3 вариант бывает вариант упрощения варианте упрощения у нас просто вот один объект является контуром для обрезки другого объекта вариант передние минус задние когда один из элементов просто исчезнет останется только последний элемент взаимодействия ну или обратное действие они здесь задние минус передние передние минус задние и создать контур на основе вот этих двух яиц в общем то вот такая вот штука получилось удалим ее от греха подальше вот дальше у нас следующее задание это освоить инструментарий работы с узелками или с опорными точками этот инструментарий осваивается следующим образом берется для создания рама например создается прямоугольник который преобразовывается в кривые после чего форма дорабатывается инструментом форма до необходимого значит какого-то в общем то примерно следующим образом двойным щелчком по контуру добавляются нужных местах опорные точки случае необходимости вот мы создали внешнюю форму можно несколько опорных точек одновременно выделить для их перемещения по нужным направлениям ну можно и больше выделить естественно я просто показываю на примере двух выделенных точек дальше необходимо сделать внутреннюю часть рамы понятно ее легче другим методом сделать но мы легкими путями не ходим делаем два прямоугольничка преобразовываем оба в кривые и дальше инструментом форма подгоняем под нужные размерчики внутреннюю структуру вот этого объекта элемента рама вот так я куда-то не туда затащил у меня что лишнее получилось случае необходимости увеличить изображение для того чтобы более детально прорабатывать форму будущего объекта понятное дело что у меня здесь сколько я стараюсь побыстрее это сделать она будет может быть и будет не слишком красиво и дальше что нам необходимо сделать операцию вычитание значит берем создаем заливку для того объекта который лежит под низом выделяем два объекта вырезаем и убираем эти запчасти которые у нас после вырезания остаются клавиши белый выкидываем это дело куда подальше значит рама у меня не совсем похожая получилось мы ее shift page down на задний план закинем чтобы она нам сильно не мельтешила по этому поводу здесь опять таки у нас будет какое-то вот колесо которое мы каким-то образом потом там доделаем здесь что будет необходимо еще доделать сидение делается опять таки из прямоугольника залитого серым цветом и слегка искаженного сидушка они сидушка крепление так она у нас находится на заднем плане атташейка и ждал назад и то на чем наша недвижимость покоится значит делается тоже из квадратика его что-то там мы преобразовываем в кривую после чего задаем определенную форму инструментом форма я выделил все четыре упорных точки из которых этот прямоугольник находится и преобразовал в криволинейные точки после чего здесь просто ай нижнюю точку выделил подтащил чуть верхней части дальше вы можете исказить это вот седло таким вот образом который ну чтобы оно было похоже на образец которого мы это дело перерисовываем на самом деле большая часть работы дизайнера это найти оригинальный образец которого мы который мы возьмем за основу в общем-то изобретательская деятельность она под собой имеет то же самое мы вначале ищем аналог для разработки нашего какого-то будущего прототипа и на основе этого аналога уже делаем что-то свое более жизнеспособны или менее жизнеспособны дальше состоится крепление для руля серым цветом заливаем крепление задаем определенную толщину кашу нас там с толщиной высоту искажаем до нужного угла поворота там можно было даже не искажать можно было просто повернуть я дублирую этот элемент и его вид из меню виды из меню моя просто наверно задам другие размеры у него угол поворота 330 я пока вот так вот с ним поступлю и чуть позже верну на место все зависит от того что каким размером вы хотите эти крепления там создавать а это я вверх хотела ту штуку сделать ну ладно не заметил серенький большой квадратик я его использую в качестве крепления здесь и там у нас руль достаточно сложной формы присутствует его конечно можно нарисовать проще но я вот хочу попытаться сделать вот этот вот окружность из квадратика но занятие тоже не самое легкое но как бы возможно и сама по себе это достигается инструментом форма и различным чтобы он был виден кусок этого руля здесь инструментом форма так не только вначале его нужно расположить примерно в том месте в котором он у нас будет находиться находиться можно все сегменты преобразовать в криволинейный добавить в нужных местах опорные точки парные и попытаться значит это дело искривить каждую опорную точку искривлять приходится отдельно для того чтобы этот сегмент получил необходимую форму ну какую-то округлую скажем так форму что не попадая вот эту точку можно сделать симметрией чтобы вот этими рычагами более интересно там это дело как-то выравнивать это нужно просто для того чтобы наработать навыки редактирования опорных точек это как бы не совсем нормальное состояние дел когда мы из кружочек из квадратиков делаем кружочки и наоборот но тем не менее с точки зрения того что вы потратите определенное количество времени убьете на то чтобы научиться работать с узелками то вот с этой точки зрения работа актуальна вот ну то есть я думаю что принцип вам понятен и в общем то работа с узелками это такая вот кропотливая штучка вот эта штука должна быть тоже залито сереньким естественно shift page down на заднем фоне должна находиться здесь для того чтобы более красиво смотрелось я немножко сглажу и подогнать под определенный диаметр чтобы оно было примерно одинаково узелки симметрии здесь не подходят здесь необходимо делать узелки которые позволяют рычагом взаимодействовать разные штуки ну и в конце вот эту штуку можно нарисовать где-то рядышком а потом присандалить в нужное место опять таки можно центрировать эти два элемента с помощью инструмента выравнивания по оси и за спрятать я эту штуку объединил в единый объект не то щелкнул и поставлю на нужное место какое-то ну это я немножко побаловался отнял ваше драгоценное время на то что показать что там может быть также вы можете найти конкретно по вот это и вот лабораторной работы методичку вот она у нас здесь находится и здесь же пошагово продемонстрировано это задание по созданию велосипеда лабораторной работе номер 4 номер найти не могу 4 лабораторная работа номер 4 содержит здесь опять таки теоретическую часть по работе с выравниваниями и практическую часть где мы подряд пошагово демонстрируем с чего это дело начиналось и как получить вот конкретно данную форму этого транспортного средства лабораторного